Уважаемые коллеги, мы с вами сейчас говорим о социальном проектировании, и оно вообще-то не само по себе, не ради того, чтобы провести то или иное мероприятие, достичь то или иное цель. Вообще мы говорим о реализации государственной политики в социальной сфере, и существует очень серьезный документ, концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2020 года, которая предусматривает переход к новой социально-ориентированной модели развития нашей страны. То есть передача части социальных функций, функций государства в социальной сфере в общественный сектор некоммерческий. И это, естественно, подразумевает активное участие некоммерческих организаций в этом процессе. И поскольку наше государство считает, что в некоммерческом секторе работают самые активные граждане, которые способны принимать самое активное непосредственное участие в решении социальных проблем, которые эти проблемы знают лучше других, и справляются с некоторыми вещами лучше, чем государственные учреждения. Что касается Архангельской области, то у нас действует 1630 некоммерческих организаций, то есть это довольно, в принципе, приличное количество. И не все из них принимают активное участие в жизни региона, но тем не менее это те, которые не совсем, скажем так, Минюст их очень активно всегда проверяет и оставляет жизнеспособными. У нас взаимодействие с некоммерческим сектором органов государственной власти осуществляется на основе областного закона о взаимодействии органов государственной власти и органах местного самоуправления с некоммерческими организациями. Вот книжечка, у кого на руках ее нет, В тех документах, которые закачаны, она есть в электронном виде. Вот эта книжечка «Спутник НКО». Здесь есть и закон, и положение о конкурсах, о котором мы сегодня будем говорить, наша конституция для конкурсов. То есть, что главное у нас в законе? Итак, поддержка социально-ориентированных НКО осуществляется в соответствии с федеральным законом о некоммерческих организациях. И у многих возникает вопрос, что значит социально-ориентированная организация. Социально-ориентированная та или иная организация. Некоторые там ошибочно считают, что они должны быть занесены в какой-то реестр для того, чтобы иметь право получить поддержку. Поэтому давайте сразу определимся. В соответствии с федеральным законом, социально-ориентированной признается организация, которая зарегистрирована в установленных законом формах, без исключения, естественно, госкорпораций, политических партий, унитарных предприятий. И которая осуществляет виды деятельности. Деятельность, которая направлена на развитие гражданского общества, либо которая осуществляет виды деятельности, установлены. Если в федеральном законе сейчас установлено 12 видов деятельности, то у нас в областном этот перечень расширен. Когда в 2010 году обсуждалось принятие этого закона, очень широко мы его обсуждали с общественностью, и все хотели себя там видеть. И, как говорится, пчеловоды, и спортсмены, и работающие с народными художественными промыслами. То есть мы постарались учесть все, но по большому счету вот эти 1630 некоммерческих организаций, если вычесть оттуда незначительное количество политических партий, там 40 их примерно, то по большому счету все остальные являются социально ориентированными. Естественно, в каждом отдельном случае надо смотреть устав. Но, как правило, любая некоммерческая организация ставит себе задачи, которые входят вот в эти 18 видов деятельности. То есть мы открываем закон, 11 статью, первый пункт, и там виды деятельности. И если ваши виды деятельности в вашем уставе совпадают, хоть что-то вы там найдете, а вы обязательно там найдете, то вы являетесь социально ориентированными, имеете право принимать участие в темпусах. Ну, вот тут немножко просто статистики. Видно, селеком, да? Или это не селеком? Нет, не селеком. Значит, это объемы поддержки. Мы все взяли? Вот, это объемы государственной поддержки. Наше министерство осуществляет эту поддержку с 2011 года. До этого, в общем-то, поддержка осуществлялась с Министерством по делам молодежи. Возможно, кто-то из вас участвовал в конкурсах Минмолодежи. Сейчас они тоже продолжают, но несколько у них размеры поддержки поменьше, потому что у них участвуют еще и учреждения в этих конкурсах. И как мы видим, вот оранжевые, да, столбики, это насколько повысилась активность самих некоммерческих организаций и их экономическая эффективность. То есть они привлекают средств очень-очень много. Гораздо больше, чем им выделяет бюджет. Вот. И если по статистике с 2011 по 2014 год, то есть вот показано, да, голубым цветом бюджетные средства, красным – те, которые привлекли НКО. А это количество жителей, которые задействованы в проектах, причем это не нарастающим итогом, это по каждому году отдельно, то есть сумма составляет 423 652. Это даже больше, чем каждый третий у нас. Ну, естественно, это условно, потому что некоторые жители в нескольких проектах, некоторые, ну, не в одном. Вот. Значит, что... Прежде чем перейти непосредственно к условиям конкурса и к документам, у нас поменялся портал правительства. И задается очень много вопросов, где вообще раздобыть информацию о конкурсе и где висят документы. И сейчас я вам просто покажу, потому что нам самим это очень непривычно и не очень пока нравится, но, тем не менее, оно так, и ничего с этим не сделать. Значит, вы заходите на Двина Ленд, как и раньше, адрес такой же, www.dvinalend.ru. Вот вылезает такая картинка, здесь «Исполнительная власть». Заходите на «Исполнительную власть». Дальше. Находите здесь «Министерство по местному самоуправлению и внутренней политике». Здесь заходите в раздел «Справочник документов». Вот это справочник. Здесь нажимаете «Социально ориентированные некоммерческие организации» и «Текущие конкурсы». И здесь висит вся документация по нашему конкурсу. То есть это объявления, которые содержат основные условия. Остановление правительства, которое о конкурсах, оно является нашей конституцией. То есть здесь основные условия проведения конкурсов и все базовые критерии и так далее, условия выбора победителей. Ну, то есть все-все-все. То есть прежде чем приступать вообще к написанию проекта, необходимо вот это вот прочитать. Ну, не выучить, но хотя бы прочитать, понять. И тогда уже можно двигаться дальше. Формы документов, которые мы сегодня внимательно посмотрим. Ну, и тут информация о нашем сегодняшнем семинаре. Итак, значит, кстати, забегая вперед, скажу, что этот конкурс у нас не единственный в этом году. Наша заявка заняла второе место по Российской Федерации. Мы получаем 11,5 миллионов из федерального бюджета уже традиционно на четвертый год. И уже традиционно у нас получается два конкурса в году. Один вот весной, подведение итогов, и один еще подведение итогов будет осенью. То есть если кто-то не успеет, например, на этот конкурс, то примерно на тех же условиях будет конкурс еще ближе к осени. Либо ваша заявка не доберет там в рейтинге, отклонят ее эксперты, можно будет доработать еще раз ее и подать уже тогда на осенний конкурс. И, кроме того, для муниципалитетов могу сказать, что второй год подряд у нас проводится конкурс муниципальных программ. В прошлом году пять программ победило. Мы им выделили субсидии на 2,5 миллиона рублей. В этом году также 2,5 миллиона. Муниципальных программ, правда, будет побольше, но это уже конкурсы будут проводить муниципалитеты у себя на местах после нашего конкурса. Итак, приоритетное направление нашего конкурса здесь отражено. То есть, по большому счету, любой проект может попасть в то или иное из этих пяти приоритетных направлений. Вот смотрим. Первое. Развитие институтов гражданского общества и общественного самоуправления. То есть, здесь проекты, в которых задействована активность населения. По большому счету, в любой проект можно привлечь побольше волонтеров, местных жителей. Это его, как скажем, утяжелит, с одной стороны, с другой стороны, сделает более глубоким. И в это направление, пожалуйста. Второе, понятно, благотворительная деятельность. Третий проект, очень широкое поле, да, третье направление. Междунациональное сотрудничество достаточно широкое. И содействует социально-экономическому развитию Архангельской области. Тоже можно сюда большое количество проектов предложить, да. Вот постараюсь сегодня ответить на те вопросы, которые возникали в процессе уже у людей, которые готовят заявки и звонят, если задают вопросы, да. В соответствии с положением конкурса, кто не может быть участником конкурса? Вот эти вот все, понятно, государственные корпорации, компании, там, физические лица и так далее. Общественное объединение, не являющееся юридическими лицами. То есть, если ваша организация не является юрлицом, вы не можете быть участником конкурса, потому что у вас нет счета, и элементарно мы не можем вам деньги перечислить, проконтролировать и так далее, да. Что для таких организаций? Это не значит, что все, тупик. Понятно, что в перспективе было бы неплохо зарегистрироваться. Мы понимаем, что с этим связано очень много проблем с ведением счета, с расходами, с отчетностью, очень сложной и так далее. Поэтому, как вариант, мы предлагаем вам, особенно на местах, да, в районах, мало зарегистрированных в качестве юрлиц организации, но в некоторых есть ТОСы, как юрлицы, например. Поэтому можно в таких случаях, если у вас есть интересный проект, вы можете поискать партнеров среди юридических лиц, но которые еще не подались на этот конкурс и не планируют подаваться. Почему? Потому что одна организация может подать только один проект. То есть вы находите партнеров со статусом юрлица, они готовы вместе с вами реализовывать этот проект, вы увидите, что заявитель организации, которая юрлица, а ваша организация, она как партнер. И подаете заявку. И вот тут тоже вопросы возникают, потому что ниже потребительские оперативы, товарищество собственников жилья и садоводческие, огороднические, дачные товарищества также не могут участвовать, потому что, к сожалению, на них не распространяется действие федерального закона о некоммерческих организациях. Хотя они являются некоммерческими организациями, у них есть свой специальный закон. Ну, то есть у каждой, да? И поэтому они не могут. Но если есть такой вид организации, как ассоциации, вот этих вот, например, ассоциация садоводческих товариществ, пожалуйста, такая организация уже является некоммерческой, седьмой федеральный закон на нее распространяется, и она может принять участие в конкурсе. Либо если у таких организаций есть интересные социальные проекты, они могут так же, вот как мы говорили, про те общественные объединения, которые не являются юрлицами, искать партнеров в себе, среди НКО. Размер субсидий, значит. Опять здесь у нас дифференцированный подход. Если речь идет о стартапе, то есть организация меньше года. Многие задают, кстати, вопрос. Мы уже работаем там пять лет или десять лет, а зарегистрировались вот полгода назад. В данном случае значение имеет только факт государственной регистрации, потому что иначе никак не проверить, сколько организаций работало. И, значит, у нас здесь идет, срок исчисляется на дату подачи заявки. Последняя дата подачи заявки у нас 6 апреля, значит, организация должна быть зарегистрирована после 6 апреля 2014 года. Она тогда сможет претендовать на 100 тысяч рублей. Если она зарегистрирована ранее, то есть больше года назад, она может претендовать на 300 тысяч рублей. И общий объем субсидий 7 миллионов рублей в данном конкурсе. Что хочется здесь сказать, возможно, чтобы не забыть. Пожалуйста, вот если у нас есть объем, да, 300 тысяч рублей, не надо раздувать смету и дотягивать до этих 300 тысяч рублей. Если у вас проект на 200, на 100, на 150, у некоторых на 57 тысяч проекты есть, не надо раздувать и дотягивать до 300. Принцип «больше попросишь, больше дадут» в данном случае не работает. У нас комиссия подходит как? Комиссия смотрит сметно. И будет очень четко видно по целям задачи вашего проекта, какие расходы настоящие, а которые надуманы и придуманы. И комиссия в соответствии с положением имеет право уменьшать сумму субсидий, ну, естественно, по ходу согласовывая это с организацией, чтобы проект было возможно реализовать, чтобы он не сделался, ну, как не… чтобы он был возможен к реализации. И поэтому вот эти вот придуманные расходы, пожалуйста, не вставляйте в ваши сметы. Это очень хорошо видно. Итак, заявка на участие в конкурсе должна содержать следующие документы. И все документы должны быть четко по форме. При этом документы предоставляются в бумажном и в электронном виде. Обязательно, чтобы электронный вид тоже был. Электронный вид у нас с вами, естественно, устарав не надо сканировать. Электронный вид у нас вот тех документов, которые вы будете, ну, как мы говорим, печатать, да? Это информация о заявителе, паспорт проекта, проект и заявление, естественно. Вот эти первые четыре документа обязателен электронный вид для них. Вот. Остальные документы устав и копии справок, они, естественно, идут у нас только в бумажном виде. Сейчас мы по каждому документу пройдемся с вами, которые надо заполнять. Давайте вот к тому разделу, который говорит вот так вот, да, документы. Копию вашего устава, естественно, чтобы вы могли убедиться, что те виды деятельности, которые есть в законе, они там присутствуют в вашем уставе. Копию, причем действующей редакции, да? Выписку из Единого государственного реестра юридических кит со сведениями о вашей организации. Для чего это? Для того, чтобы мы поняли, что вы, как говорится, живы, существуете, не закрылись, не ликвидировались, не преобразовались никуда. То есть выписка должна быть не старше, чем полгода. У нас окончание срока приема заявок 6 апреля, значит, выписка должна быть не ранее, 6 октября 2014 года. Дальше. Копия отчетности, представленная вами в Миньюст за предыдущий отчетный год. Естественно, будут такие организации среди стартапов, которые еще не предоставляли отчетности, значит, этот фунт для них не актуален. Но остальные, все-таки, кто предоставляли, просто берете копию и прикладываете справку, копию справки той, которую вам выдал Миньюст по приеме этих документов, да? Да. Если вы в электронном виде, вы распечатываете с сайта, и там видно, что вы это сдали. Поскольку по 15 апреля мы сдаем Миньюст, то, наверное, все-таки отчет за... За 13. Если вы еще не сдавали за 14. Ну, то есть, грубо говоря, вы планируете сдать ее 14 апреля. Лучше бы за 14, безусловно, нам более актуально, более свежее. Ну, в данном случае сроки вот так вот накладываются, поэтому, если вы еще не сдали за 14, допустимо, за 13. Далее. Такие непростые документы, но уже многие к ним привыкли. Законодательство бюджетное требует, чтобы мы имели на руках документы, подтверждающие отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам. То есть, это справки налоговой службы, ПФР и ПСС. У нас с вами до окончания срока приема заявок еще практически месяц, да, месяц и один день. Поэтому, у кого этих справок нет на руках, нужно их срочно заказать, потому что они могут делаться там 10 дней, грубо говоря, эти справки. И, кстати, выписка из ЕГРЮ, она тоже делается 5 дней, чтобы она была бесплатной. Если уже по срочному, то она 5 рублей стоит. Чтобы деньги не тратить, лучше закажите их заранее за 5 дней. Какая выписка еще? Выписка из реестра. Об отсутствии задолженности на какую дату? Об отсутствии задолженности на дату, вот когда вы подаете, вот на сейчас. Дело в том, что когда приносишь запрос, то есть на дату подал, допустим, 6 апреля, а дают они через несколько дней. Понятно. То есть, как правило, донесили. Нет, вы не пишете, что вы... Вопрос, уважаемые коллеги, на местах, вопрос о дате, на которую предоставляется справка об отсутствии задолженности. В положении есть формулировка четкая. Ну, то есть, когда вы вот сейчас обращаетесь, в период подачи заявки, и вам там выдают, грубо говоря, там на 25 марта нет задолженности вот такой организации, должна быть справка, допускается донесение вот этих справок до момента рассмотрения заявок, то есть 21 апреля. Это вот на всякий случай мы так прописали положение, что знаем, что эти документы делаются долго. В идеале они должны быть сданы вместе со всем пакетом документов, но, в общем-то, мы запускаем, лишь бы вот до момента рассмотрения комиссии, первого заседания комиссии, 21 марта, вот эти все документы были. Вот. И документы, подтверждающие обязательства заявителя или его партнеров, обеспечить софинансирование целевых расходов. Есть соответствующие графы, да, в наших заявительных документах, которые ведут речь о софинансировании. О чем идет речь? Здесь не только финансы, деньги непосредственно, да, здесь учитывается труд добровольцев, мы еще поговорим, как он рассчитывается, здесь имущественные вклады, ну, то есть использование компьютеров, грубо говоря, вашей организации либо ваших партнеров. То есть вот эти вот все вещи, которые оцениваются в денежном выражении, мы обсудим, как, когда будем говорить о смете, и вы их прописываете. Для того, чтобы ваше утверждение о софинансировании не было голословным, требуется приложить, значит, пояснить, чьи это будут расходы, грубо говоря, наш спонсор такой-то дал нам там 10 тысяч, и вы от этого спонсора прикладываете, значит, письмо, что да, он гарантирует предоставление вам 10 тысяч на реализацию данного проекта. Либо там софинансирование местного бюджета может быть, соответственно, тогда письмо от местной администрации. Если речь идет об использовании ваших собственных средств организации либо имущества организации, вы пишете письмо на отдельной бумажке, на отдельном бланке, письмо за подписью руководителя вашей организации, который пишет, что настоящим подтверждаю собственный вклад некоммерческой организации какой-то в реализацию такого-то проекта в сумме такой-то, в том числе имущества, в том числе труд волонтеров, в том числе кто-то. Ну, то есть понятно, да? Чтобы... Да, да. Уважаемые коллеги, на местах вопрос о софинансировании требования к соотношению минимальному. Минимальное соотношение не установлено, то есть в данном случае это на ваше усмотрение, тут, соответственно, уже будет идти речь о конкуренции вашего проекта с другими, да? То есть некоторые не показывают вообще, некоторые показывают в десятки раз больше, чем запрашиваемый объем субсидий. И поэтому, естественно, скорее они более предпочтительны для комиссии будут, да. Потому что вы видите, как люди... Я вам показывала диаграмму, да, как наши некоммерческие организации активно привлекают средства. На самом деле надо просто сесть и подумать, потому что на самом деле же вклад в вашей организации, он всегда есть. Ваш труд, ваш даже, непосредственно как руководителя проекта или руководителя организации. Его тоже можно оценить, бесплатный труд в финансовом выражении. Правильно? Уже вот это есть. Использование, допустим, компьютера, повторюсь, мебели использования. Как это рассчитывать, я скажу уже. И что отличается от предыдущих конкурсов? В данном случае заявки вы сдаете непосредственно в министерство. Раньше неоднократно мы практиковали прием заявок в Центре Гаранты, и мы продолжим далее эту практику. Но для данного конкурса принято решение, что заявки вы сдаете в министерство. Первый этаж, тротики 49, кабинет 114. Крайний срок 6 апреля, в рабочие дни с 9 до 17.30, по пятницам до 16. Значит, уважаемые коллеги, просьба большая не затягивать на 6 апреля, чтобы не было большого столпотворения. И для вас же, как обычно, вот в последние дни начинается, у кого печать пропала, у кого там компьютер накрылся, весь проект застрял в компьютере, у кого-то там с машинами, особенно кто не из Архангельска, да? Условия для всех одинаковы. Мы понимаем, что могут быть обстоятельства, поэтому не откладывайте на последний день, пожалуйста. И привозите заранее, потому что вот эти вот все отговорки, они не принимаются. Это вот я вам совершенно точно могу сказать, это четко прописано в положении. И для всех условия одинаковы. Значит, с 6 апреля у нас понедельник до 17.30. Нет, по почте, мы же с вами говорим. Почта – это почта России. Притом, заявка не должна быть отправлена 6 апреля. 6 апреля она у нас должна быть в министерство. То есть, если вы, особенно для коллег, которые у нас не из Архангельска, конечно, удобнее выпустить нарочным передателям, дать или еще как-то. Но если вы воспользуетесь почтой, имейте в виду срок, срок тот, который необходим для почтовой доставки. То есть, те заявки, которые поступят после 17.30.36 апреля, уже на этот конкурс приниматься не будут. Для чего это сделано? Иначе, потому что все на последний день оставляют, естественно, и это будет бесконечно тянуться. Поэтому, пожалуйста, давайте… Срок и так большой – полтора месяца на сдачу заявок и подготовку. У всех осталось много идей и даже с прошлого года. У всех уже какие-то идеи были в головах, когда узнали, что будут наши конкурсы в этом году так же. Поэтому давайте не будем отказывать этот раз в следующий день, чтобы не было достаточно переразумений. Так, но это у нас немножко попозже. А как мы открыть сейчас документы? Сейчас откроем все. Так. Теперь мы переходим непосредственно к представлению документа. Значит, смотрим, да, вот заявление у кого-то в распечатанном виде есть, у кого нет, мы смотрим на экране. Значит, первые два пункта вы не трогайте, это заполняется министерством. В реалитетных направлениях вы выбираете, возможно, выбрать два, ну, три – это уже был бы перевод, лучше бы это было, конечно, одно направление конкурса. Отмечайте галочкой любым другим знаком. Наименование проекта. Наименование проекта – это ваша воля, как вы его назовете. Лучше бы это было довольно кратко и емко, чтобы это было удобно всем, потому что некоторые пишут на четыре строчки название, и это неудобно для дальнейшей работы. Сокращенное наименование ваше вы берете из своего устава, запрашиваемый размер вы пишите, и размер софинансирования, о том, что мы с вами говорили. И суммируете эти пункты, и получается полная стоимость проекта. И организации-партнеры, то есть те организации, которые вам помогают, здесь могут быть не только некоммерческие организации, а и коммерческие организации, и органы власти местного самоуправления и так далее. То есть все те люди, которые задействованы. Здесь приложение, то, что мы с вами уже сейчас обсуждали. Обязательно не забудьте подписать это заявление, поставить дату. Значит, если у вас руководитель организации заявителя, руководитель проекта, одно и то же лицо, вы дважды ставите подпись, и дважды пишите имя, общество, фамилию. То есть тут все очень просто. В общем-то, вопросов нет. Катерина, там нет вопросов? Не знаю. Не знаю. Давайте посмотрим. Звуха слышно нервно. Давайте посмотрим. Указ звук. Уважаемые коллеги, сейчас мы посмотрим по вопросам, которые у нас с места. Так, 4 апреля 2014 года, дата регистрации организации. Можем ли претендовать на 300 тысяч рублей, если подадим 5 апреля? 5 апреля – воскресенье, поэтому вам надо подавать 6 апреля в понедельник. Это для вас возможность претендовать. Это карпагуры. Так, и все. Все, да? Тут дальше технические все. А что-то плохо читается экран. И дальше куда нам? И теперь мы переходим. Делаем борт. А следующий сейчас. Далее, следующий документ. Информация о заявителе. Значит, огромная просьба к тем организациям, которые вы участвовали в наших конкурсах, внимательно отнестись к этому документу, а не просто взять тот с прошлого конкурса, особенно в части срока вашей деятельности, там надо посмотреть, там, значит, уже у нас с вами как минимум полгода прошло с прошлого конкурса, надо в конце там перечень проектов, реализованных, тоже актуализировать и так далее. То есть здесь вы просто все это списываете с уставов, с ваших реквизиты банковские. Вот это очень важно, что хотелось бы сказать. Вот эти вот все реквизиты, они автоматом копируются в договоры в случае вашей победы. Поэтому для избежания туда-сюда передачи денег, потому что из-за ошибки в одной циферке, именно в номере счета, не проходит платеж, деньги возвращаются, начинается долгое выяснение, что, куда и как. Поэтому, пожалуйста, повнимательнее к заполнению вот этого раздела и все в соответствии с вашими документами. Почтовый адрес тоже, пожалуйста, внимательно сюда. Это тот адрес, на который мы вам будем отправлять все документы. Если вы здесь его окажете некорректно, договоры уйдут не туда. И опять будут возвращаться к нам, и очень долгое время это займет. А у вас уже запланировано начало реализации проекта. Поэтому ничего хорошего в затягивании в таком не будет. Поэтому очень внимательно. У нас возвраты были, когда люди неправильно заполняли вот эти вот разделы. Далее здесь декларация о том, что вы соответствуете требованиям положения. Тут все, да, нужно быть понятно. Виды деятельности. Вы выбираете не более пяти. И здесь, пожалуйста, не просто галочкой, а указать конкурс става, чтобы мы могли проверить, если сами не выли в вашем уставе, что вы имели в виду под этим видом деятельности. И было бы замечательно, если бы среди ваших видов деятельности были те, которые выделены жирным шлифтом здесь. Вот. Но здесь все, в общем-то, понятно. Не забудьте также поставить подпись и печать здесь. Так. Переходим дальше. У нас дальше паспорт проекта, но мы к нему лучше вернемся в конце, потому что паспорт удобнее, как показала практика, заполнять в конце. Когда уже у вас в голове полностью сформирован проект, и вам просто нужно его паспортизовать, чтобы самим проверить. Когда заполняешь паспорт, просто видишь те пробелы, которые оказались в проекте у вас при его написании. И для того, чтобы членам конкурсной комиссии было удобно работать с проектом. Итак, давайте переходим непосредственно к проекту. Значит, прежде чем заполнять формулу, давайте определимся, что у нас такое проект. Теорию вы сможете посмотреть сейчас буквально в двух словах. Теорию книжечки «Спутник НКО», 77-я страница. Статья Марии Евгеньевны Михайловой, директора Центра «Гарант» про социальное проектирование. Все предельно четко и понятно прописано. Самое главное, у нас проект — это комплекс действий и мероприятий, которые объединены единой целью, едиными задачами, которые нацелены на определенный результат, ограничены по времени, реализуется определенная группа людей, и именно, как сказать, благодаря реализации этого проекта будут достигнуты эти результаты. И у нас финансируется с вами не проблема, а решение проблемы. Причем решение проблемы, которое четкое именно в этом проекте. Ну, то есть вами придуманное, предложенное, и если члены комиссии конкурсные его поддержат, то финансируется именно тот способ решения этой проблемы, которую предложили вы. И самое главное — сформулировать вот эту проблему, потому что вы должны определиться с целевой группой, на которой будет работать ваш проект. И, как говорится, пытаться войти в шкуру целевой группы, надеть ее тапочки и почувствовать, действительно ли эта проблема для этой целевой группы существует. Потому что если эту проблему у вас в голове только, и вы придумали ее, то смысла никакого в вашем проекте не будет, потому что проблема должна быть реальной. И именно вот эта проблема, она является разницей между тем, что есть, и тем, что будет после того, как ваш проект будет реализован. То есть она должна быть важной, актуальной, отвечать потребностям этой целевой группы, убедительной и аргументированной, обоснованной. И мы сейчас вот ждем с вами целью. А, ну вот наименование понятно, то же самое, которое было. Не забывайте, если вы что-то меняете в процессе написания заявки, вы должны менять это сразу во всех документах. То есть и в заявлении, и вот здесь в проекте, и в паспорте одновременно, и в метах, планах, и везде. Потому что иногда бывает, пишет человек проект, «О, пожалуй, надо название поменять». Меняет название в одном документе, в другом документе остается название старое. И поэтому не поймешь, как на самом деле называется проект. Вот, в обосновании актуальности я только что сказала, что это должна быть реальная проблема. То есть вы кратко пишете ситуацию, в чем проблема. То есть проблема, например, не в отсутствии центров по трубоустройству. Это как раз способ решения проблемы. А проблема в чем будет? В занятости, да? В необходимости обеспечить занятость. Цель проекта. Цель проекта – это ответ на вопрос, что изменится после реализации вашего проекта. Зачем нужен ваш проект? Это и есть цель. А задачи – это конкретные шаги по достижению этой цели. Мы можем посмотреть конкретный пример. Вот обоснование у них расписано, какая ситуация и какая проблема существует. Расписано. Цель – рост числа социально ориентированных НКО. И задачи. Первое. Для того, чтобы этот рост произошел, необходимо что? Представить жителям интересную информацию в НКО, повысить квалификацию руководителей уже действующих НКО и развить некоммерческий сектор на местах. И решение вот этих трех задач приведет к росту числа НКО. Далее целевая группа прописывается. Вот как тут прописано, например, сразу покажем. Прописывают, что это за люди, и потом в количественном выражении. Здесь у них еще косвенно прописана целевая группа. Продолжительность реализации проекта. Здесь тоже надо быть реалистичным, скажем так. Во-первых, стоит отметить, что проекты должны начинаться не ранее мая. Вообще могут в апреле подготовительные стадии быть, но здесь надо иметь в виду, что итоговое заседание конкурсной комиссии у нас 29 апреля. Поэтому реально после майских праздников заключить договор и начать реализацию проекта. Возможно, естественно, в апреле, там, в марте реализовывать мероприятия, которые у вас за счет финансирования. Но если у вас предусмотрен комплексный проект и софинансирование, и финансирование за счет субсидий, то, естественно, если комиссия вас не поддержит, то возникнет определенная проблема. Поэтому мы рекомендуем все-таки с мая, но это рекомендация. И не забудьте, пожалуйста, повнимательнее вы здесь будьте. Именно если вы переписываете с прошлых проектов, исправляйте годы, месяцы во всех документах тоже. Потому что буквально на той неделе была ситуация, когда у нас это... Вот я еще раз повторяю, то, что у вас здесь будет написано в заявке, оно автоматом переносится в договор. И оно автоматом перенесено в договор. У нас автоматом выдается, что человек должен через три дня отчитаться. Мы ему говорим... Да, да. Мы ему говорим, Алексей, давай отчитывайся. Он говорит, я только начал три дня назад реализацию проекта. Выяснилось, что просто здесь была опечатка, у него срок сдачи отчета должен быть... Это компьютер тоже ставит две недели после окончания реализации проекта. Он поставил окончание реализации проекта не в февраль 2016 года, а в февраль 2015. Естественно, у нас автоматом мы с него отчет и присем. Кстати, пришлось исправлять вот это все. А проблема была только в том, что была не проверена вот эта дата. Поэтому надо быть внимательным на всей протяженности проекта. Форма заявки с каким предыдущим? В самом последнем идентично, да. Но надо внимательно вот эти даты все исправлять, потому что это очень важно, как я вам объясню. География деятельности. Здесь на что хочется обратить внимание? Во-первых, в первом разделе это территория, во втором разделе это участники. И если у нас просто в некоторых проектах начинают люди указывать Варавина, Фактория, там вокруг Маймакса. Здесь указываются городские округа и муниципальные районы. Мы не пишем Варавина, Фактория, Маймакса и так далее, если по горкам. Мы пишем город Архангельск. И мы не пишем там муниципальное образование, Березницкое, Пицкое и так далее. Мы пишем Виноградовский район. Если у вас еще нет четких договоренностей с теми муниципальными образованиями, на территории которых вы будете реализовывать проект, то вот как здесь, например, указано, что пять муниципальных образований определяются на подготовительном этапе проекта. А участники у них идут со всех районов здесь. Описание деятельности в ходе проекта. Здесь вы подробно прописываете. Прописываете. На шапке указано, что вы здесь должны прописать. То есть все мероприятия вашего проекта. То есть первое, что у вас на подготовительном этапе. Далее, что у них вот на данном случае, на выставке-ярмарке. Все полностью здесь подробно прописывается. Не просто название, а что подразумевает данное мероприятие, чтобы членам комиссии было понятно, о чем идет речь. Механизм реализации проекта исполнителей. Здесь надо прописать то, что делает класс. Вот. Ну, то есть не просто проект будет реализован при сотрудничестве там с какой-то организацией, а вот как тут прописано, что кто что делает. Если есть фамилия, можно с фамилиями сразу. Речься в волонтерах. Ресурсное обеспечение. Мы, наверное, к этому разделу вернемся, когда будем говорить о СМИТе. Здесь подробно обосновываются все ваши расходы. Ждаемые результаты. Пожалуйста, очень внимательно отнеситесь к этому разделу, потому что этот раздел тоже переносится в договор, и вам потом надо будет отчитываться за эти результаты. То есть здесь результат, и по возможности мы понимаем, что не везде количественные показатели могут быть, но надо постараться все-таки подумать и сформулировать, какие могут быть количественные показатели. Понятно, что, допустим, некоторые там пишут, дети будут счастливы после проведения там этого спортивного праздника. А как мы измерим участие детей там по их улыбкам, по их счастливым глазам, блестящим и так далее. Это тоже очень... Надо просто подумать. Тогда, ну, бывает, мы понимаем, что бывают неоценимые в цифрах вещи, но их тоже надо так сформулировать, чтобы потом могли написать, что дети, правда, стали гораздо счастливее по своей теме. Поэтому если у вас будут более предметные результаты, естественно, члены комиссии более благосклонны к таким проектам относиться. И дальнейшее развитие проекта надо понять, как будет, будет ли развиваться. Бывают проекты, которые вот на конкретный период, и надо писать этот проект на конкретный период. То есть вы здесь пишите правду. Не надо писать, что если вы не планируете дальше проводить там те или иные мероприятия, надо сказать, этот проект на данный период. Дальше будем другим заниматься. У вас же есть план деятельности в вашей организации, где планируется, будете вы подобной деятельностью дальше заниматься или нет. Так, ну мы еще к сметам потом вернемся. Давайте начать дальше. План, да? План реализации проекта у нас. Следующее. Это приложение номер один. У нас... Встали, наверное, да? Нет? Нет. Это вот открылся пример. А я сейчас открою то, что у нас в форме. Тут немножко другого цвета. Ну ладно. В общем, вы заполняете здесь... Файл построен так, что вы заполняете только то, что залито. В данном случае... Он показывает голубым, но он, по-моему, зеленым был. Вот то, что заливкой залито, вы здесь заполняете. Например, пишите... Я не знаю, эстафета какая-нибудь там. Вот. А у меня выкинула. Да? Хорошо. Ну, вы написали. У вас эстафета запланирована на июнь. Плюсик не ставьте, потому что у вас тут формула сразу начнется. Ну, какой-нибудь там значок. Ну, можно буквой X, например, да? Вот так. Вот. Ну, то есть у вас в итоге получается... Где мне второй взять? Еще раз. Вот. То есть в итоге у вас получается план. Мы не будем его сохранять. Они, в общем-то, сразу закрывают. Не знаю, что я знаю. Не знаю. Не знаю. Закрытие. Вот. Вот такого плана у вас получится. Картинка, да? Те мероприятия, которые у вас там были в проекте, да? Они автоматом вами переносятся сюда. То есть помните, там у вас описание деятельности в ходе проекта. Оно должно сто процентов соответствовать вот здесь. И здесь, чтобы понятно было по срокам, что, когда. Этот план, он тоже является приложением договора. У нас три приложения к договору в случае ваших победок. Это план, смета и паспорт. Здесь предусмотрено в файле 50 строк. Если у вас больше мероприятий, такое бывает, что надо сделать? Здесь просто вам не даст компьютер заполнять. Вы звоните нам по телефону. Телефончик указан тоже в объявлении 28-62-31. Вот у нас Ольга, она вам, вы присылаете электронкой свой план, она вам расширяет файл, сколько вы там ей скажете, сколько надо строк, и присылает вам его обратно. Это сделано для того, чтобы вам не было необходимости заниматься самодеятельностью, потому что, ну, чтобы не было лишних ошибок. Вот, с планом, в общем-то, все понятно, да? Имейте в виду, что это тоже вы будете подписывать в качестве приложения договора. Ну, вот, теперь переходим к смете. Это, в общем-то, такая тоже интересная у нас часть. Смета заполняется по тому же принципу, что и план. На самом деле, я думаю, что те из вас, кто уже подавал к нам заявки вот по этой форме, согласятся, что эта форма удобнее, нежели мы раньше заполняли с вами вордовскую форму. Потому что тут все понятно, никуда ничего не едет, не надо самим ничего считать. Оно само считается, видишь, там у тебя лишние копейки вылезают. Значит, да, кстати, про копейки. Мы в любом случае субсидии будем давать без копеек, поэтому лучше бы эти копейки сразу, ну, то есть запрашиваем размер, лучше бы был сразу в нулях рублей. Ну, имеется в виду в ровных рублях без копеек. Так было бы удобнее. Ну, так-то мы округляем, конечно, у вас там будет 41 копейка, мы округлим в меньшую сторону. Это будет там 68, мы округлим в большую сторону. Ну, просто вам самим будет удобнее, потому что потом с этими копейками не везется. Здесь три раздела сметия. Здесь также заполняются только цветные вот эти разделы. Вот это он вам, белые разделы, здесь забиты формулы, которые считают, и он вам не даст, не даст он вам заполнять их. Ну, давайте вот вместе позаполняем. Вот, мы пишем руководитель проекта. Проекта. Ну, например, у нас руководитель минимальной оплаты труда, ну, согласен, например, работать за минимальной оплатой труда, она у нас сейчас 5 965 рублей. Умножаем ее на, умножаем на северные, да, 1,7. Ну, это вот по Архангельску 1,7. По Северодвинскому неделю больше, конечно, в других районах меньше. Вот, значит, ладно. Вот это сумма в месяц, допустим, да. Проект, например, длится 10 месяцев. Вот, например, наполовину этой суммы руководитель готов работать бесплатно. Вот так поставим. Видите, то есть компьютер сам считает, и он вам пишет уже результат. Одновременно он это считает внизу, в табличке, да. И переносит итоговые цифры вот сюда, наверх. Удобно. Ну, то есть, и вы уже смотрите, когда дальше у вас пошло, смотрите уже, чтобы все соответствовало тем планам, которые у вас есть. Отчисление, сход вы считаете своим бухгалтером, потому что у разных организаций разные ставки по налогам. Сейчас мы не выйдем к этому вопросу, потому что у каждой организации это свое. В первом разделе «Оплата труда сотрудников» вы пишете тех людей, которые у вас находятся в трудовых отношениях с вашей организацией. Тех, например, лекторов, я не знаю, там, у кого кровельщики, у кого там строители какие-то. Они у вас все по договорам, они у вас идут во второй раздел. И, соответственно, отчисление сход тоже. Вот. Значит, если волонтеры, они у вас тоже во втором разделе, вы их пишете, вот, например, труд волонтеров, да. Как оттенить труд волонтеров? Это тоже вопрос такой, ну, больше из области практики. Если у вас волонтеры, это смотря, чем они будут заниматься, если у вас волонтеры будут регистрировать гостей, например, на большой конференции, или они у вас будут с плакатами там по улице ходить. Ну, то есть такой низкоплачиваемый неквалифицированный труд. Как правило, как считается? Берется минимальная оплата труда. Она у нас 5 965. Мы ее опять умножаем на северное, да. Вот. И у волонтеров труд, ну, традиционно по часовой, да. Ну, если взять, например, месяц мая, 143 рабочих часа. Не знаю, поделить. 17 рублей в час, получается, волонтеры. И дальше вы ставите сколько часов? Ну, например, 100 часов. Ну, вы должны это просчитать и обосновать в той части проекта, которую я сейчас вам покажу. То есть в самом проекте восьмой раздел – это обоснование вот этой сметы. Где вы вот этих всех волонтеров прописываете, как вы рассчитывали вот эту вот сумму, чтобы было понятно, да, членам комиссии, как вы ее считали, минималку умножали на северный, делили на количество рабочих часов. Где взять количество рабочих часов? В интернете есть календарный план на каждый месяц. Вы можете по-другому считать. Можете в месяц считать, например. Можете в неделю. Это уже ваша воля, как говорится, а дальше уже будут эксперты смотреть. И почему вот именно такое количество часов? Может, там их будет 96. Вы должны полностью, естественно, труд волонтеров, он у вас бесплатный, да? То есть вы всю сумму пишете, что она 61. Вот. То есть это труд бесплатный. И на бесплатный труд никаких налогов не надо считать. Вот. То есть понятно, да, здесь? И вот эту вот цифру обосновываете. Не надо здесь писать 500 часов. Вы должны четко понять, сколько у вас будет волонтеров, например, их у вас будет 8. Они у вас будут работать тогда-то, тогда-то, делать то-то, то-то. И вот там в разделе, в разделе, сейчас я вам его покажу, обоснованиях в смете. Вы это все прописываете. Что будут делать эти волонтеры? Сколько часов, сколько будет участников этой конференции, которых они будут встречать, провожать и так далее. То есть, чтобы было понятно, что это не с потолка цифра взята. Вот это самое главное. И члены конкурсной комиссии, они внимательно это смотрят, и они должны понимать, что вы это все просчитали, грамотно продумали, и это вы не сели вот так по потолок, да, а что это у вас все обосновано. Вот, например, тут, как сейчас скажу. А, девятый пункт. Вот ресурсное обеспечение. Вы здесь все очень подробно, то, что у вас там в смете, да, вы здесь словами это все прописываете. Вот. То есть пишите оплата труда руководителя. Тра-та-та-та-та. Собственный плат какой-то. Итого запрашиваем финансирование. Понятно, что это нудно, но тем не менее, зато оно понятно и видно человеку, который это читает, что это правда, и что это так и будет. Дальше, например. Итого запрашиваем средства про сделку оплаты труда такие-то. И не забудьте, если вы там будете что-то менять, и здесь вы тоже это меняете. Это общее правило для всех замен, да, потому что у нас пакет документов. Раньше это было, возможно, в одном файле у нас, но приходилось по огромному файлу, неудобно туда-сюда каждый раз возвращаться. А тут это удобно в довольно компактных файлах, но отдельно. Здесь все специалисты прописаны, что они будут делать, да? Грузить, разгружать, гулящики, короче говоря, да? Вот. То есть все это вы прописываете, то, что будет делать. Вот волонтеры, например. Пять волонтеров будут сопровождать демонстрацию выставки в пяти муниципальных образованиях в течение менее десяти рабочих дней в каждом пять человек на десять дней, на восемь часов, четыреста часов. То есть вот обоснованно, сколько должны работать волонтеры. Другие волонтеры будут заниматься другим трудом, да? Понятно, что все должно быть прописано как можно более подробно. И запрашиваемое финансирование, и собственный вклад. Здесь хотелось бы что отметить еще. Если вы пишете, например, вклад вашего имущества в этот проект, вы не пишете полную стоимость компьютера, потому что проект у вас не пять лет длится, а износ компьютера, как правило, считается пять лет. То есть если компьютер, например, стоит 20 тысяч рублей, проект у вас длится год. Значит, за этот год будет амортизация этого компьютера 4 тысячи рублей, правильно? 20 тысяч мы делим на пять лет. Дальше, значит, и вы пишете сумму 4 тысячи, ваш собственный вклад сюда, амортизация компьютера. Также с мебелью то же самое, да? Вы не пишете полную стоимость, а смотрите, сколько, как правило, служит мебель и делите. Вот. Потом, например, покупка техники. Такой довольно болезненный вопрос. Во-первых, введите, пожалуйста, оптимальные цены на рынке, да? Не надо, грубо говоря, если вы планируете купить фотоаппарат на 45 тысяч рублей, или сколько там еще не бывает стоит, зачем такая дорогущая камера, да, для вашего проекта? Вы должны обосновать. Возможно, это необходимо, действительно, если вы там что-то такое суперпрофессионально планируете делать. Но давайте будем исходить из нормальных представлений, что вам нужно для проекта. Вообще, в принципе, тот же фотоаппарат. Зачем он может быть нужен в проекте? Некоторые пишут, нам нужен фотоаппарат, мы сфотографируем, что у нас было, и потом вам в отчете приложим. Нам вот этого не надо абсолютно. Это можно сделать на мобильный телефон, нам не нужно качество, тем более за 45 тысяч рублей. Такое бывает, люди пишут такое в проектах. Вот, поэтому любые технические средства, которые вы планируете приобрести за счет субсидии, вы обязаны вот здесь вот, в этом разделе, изложить, зачем они вам необходимы. То есть именно, допустим, вам нужно два ноутбука. Зачем? Что вы на них будете делать? Вы будете на них показывать презентации, одновременно проводить мероприятия, например, в городе Архангельске и в городе Северодвинске. Поэтому их должно быть два. И на них вы будете показывать презентацию с этой обучающей программой. То есть вот это должно быть все прописано. Не просто, что нам для проекта нужен ноутбук, а зачем, какие конкретно функции проекта будут реализовываться через приобретение вот этой техники. Потому что некоторые напишут, что им надо и ноутбук, и компьютер, еще и iPad нужен. Ну, короче, куча всего, и непонятно зачем. Поэтому эксперты очень трепетно к этому относятся, и они должны, из вашего проекта должно быть понятно, зачем вот это конкретно приобретается. И вот в этом разделе это вы все прописаете. Вот здесь, сейчас я вам образец покажу. То есть вот таким образом вы заполняете это все сметно, все просчитываете, все комментарии и пояснения вы пишите там, в файле «Проект». Вам формула сама все считает, и вот вам, пожалуйста, запрашиваем на сумму, собственный вклад и общий размер расхода. Вы вот это вот цифра в цифру переписываете в те разделы проекта, то есть в заявлении, в этой смете, в проекте. Это все должно быть одинаково. То есть бывает здесь одна сумма, то есть вам компьютер посчитал, а потом вы уже вставляете туда, во все остальные вордовские документы, чтобы не было нигде разночтений. Да, еще вопрос бывает. Возможно ли перерывы в проектах, когда вы заполняете план, допустим, летом, ну, у вас люди все разъехались, никто не планирует заниматься проектом. Это возможно, без проблем, хотя эксперты не очень любят иногда, чтобы были перерывы. Ну, у вас может быть деятельность ваша какая-нибудь аналитическая, оценочная. Вы же все равно думаете, как вы дальше будете двигаться, да, в этом направлении. Но в таком случае, если у вас перерыв, если у вас нет мероприятий, то у вас зарплата руководителя или там менеджера, она не должна идти. В том числе и свой труп, да, вклад. То есть у вас, например, на год проект на 12 месяцев рассчитан, вы тогда вычитаете 3 месяца лета, в которые у вас мероприятий нет и в плане крестиков нет. Это понятно, да? Так, пожалуйста, вопросы, может, какие? Мы уже, наверное, будем теперь заканчивать, потому что уже все. Можно ли включить смету проезд? Так, можно ли включить смету проезд привлеченных специалистов из Швеции? Включить-то все можно, но просто вопрос, будут ли, оценят ли это члены комиссии, потому что такого рода проект был, когда привозили специалистов из Норвегии, и приходилось нам тогда обращаться, то есть вы должны обосновать, что именно эти специалисты вам нужны, потому что тогда нам пришлось обращаться к экспертам в научных организациях, которые давали заключение, что еще большой вопрос, насколько в систему образования нашу российскую впишутся эти норвежские специалисты. У вас должно быть или экспертное заключение, или какое-то, я не знаю, нормативное, что без этих специалистов, ну вот эту методику, она вот так вот необходима для внедрения, для решения той проблемы, которую необходимо решить через ваш проект, без этих специалистов не так. Как подтвердить софинансирование физического лица, тоже письмо от этого физического лица. связь. Можно ли писать проект от ТОСа? От ТОСа можно, если ТОС является юридическим лицом. Такие есть. Пишут они дальше. Без образования. Без образования надо искать партнеров, как мы и говорили. Можно ли включить смету? Это мы уже ответили. Назовите, пожалуйста, в Кенкоу могут быть сельские местности. Это могут быть ТОСы. В сельской местности могут быть ТОСы и юрлисты, могут быть организации инвалидов, могут быть организации ветеранов, организации женщин. Причем, если вы находитесь в сельской местности, не обязательно вам, допустим, если вы в Вельском районе, ваш партнер организации, не обязательно может быть Вельской, это может быть областная организация, которая не участвует сама в конкурсе. Вы берете организацию областную, она осуществляет деятельность на территории Аркангельской области, она также может осуществлять мероприятия с вами на территории Вельского района. Так, у нас еще с вами остался нерассмотренным... Да, пожалуйста. С 99-го года не было такого вопроса, а сейчас он опять не возникает. Резкие скачки цен. То есть бюджеты делаем одни цены. Если проект годовой, огромный риск движения ценового. Можно ли делать какие-то резервы, или можно ли определять цены питания по проезду? Понятный вопрос. Уважаемые коллеги, на местах у нас вопрос по изменениям цен в магазинах или у поставщиков. О том, что сейчас очень резкие скачки цен бывают. Мы столкнулись с этим уже на последнем конкурсе, когда стали реализовывать проекты. Естественно, жизнь она идет, и мы вот то, что вот написали, мы его автоматом приложили к нашему договору, и начали реализовывать. Цены в магазинах скакнули. Надо вносить корректировки, потому что без тех или иных затрат проект не может быть реализован. Но при этом мы же с вами уже говорили, что цены, которые мы закладываем в этот проект, они должны быть реальными. Но они не должны быть там до копейки. Вы берете там 153 рубля, 14 копеек, правильно? Вы смотрите среднюю цену, мониторите по интернету, ставите 155 рублей, например, цена. Но нет такой статьи резерв, или как некоторые любят писать, непредвиденные расходы. Такого вот это урежется, это не будет такого. То есть вы пишете средние цены, а уже в процессе реализации проекта мы с вами корректируем эту смету уже до копейки, потому что это бюджетное средство, здесь важна каждая копейка. Но уже кто с этим сталкивался, тот знает, а к остальным хотелось бы обратиться, что когда мы корректируем сметы, это, во-первых, в нашей нынешней ситуации это неизбежно, когда цены так скачут. Но желательно, чтобы этих корректировок было как можно меньше. И, значит, надо это делать до, то есть особенно, конечно, трудно нам с районами, потому что пока корреспонденция дает и так далее, но мы привыкли работать и с районами, и с городами по электронной почте. Присылайте нам скан своего письма с просьбой об изменении сметы и обоснованием, опять-таки, почему так произошло. Бывает у людей жизнь идет, бывает экономия по тем или иным статьям, бывают изменения в план, это тоже бывает, но по тем или иным обстоятельствам мероприятие переносится на следующий месяц или на предыдущий месяц. Это все обязательно мы должны с вами фиксировать. Но мы должны это лучше делать до, а не после, потому что это все письменные наши с вами соглашения, и это серьезная вещь, это бюджетные средства. Поэтому некоторые там, ой, у нас там все поменялось, 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 вот возьмите у нас новое. Так быть не должно, потому что мы вполне можем вам отказать, да, в согласовании вот этого, потому что вы должны обращаться к нам. И мы это делаем все оперативно. И коллеги, которые с этим занимаются, подтвердят, что вы нам присылаете электронной почтой, оригинал высылаете потом уже простой почтой, да, этого письма. Мы тут же регистрируем в течение одного-двух дней, заключаем дополнительное соглашение, направляем вам на подпись и проговариваем, что только после подписания дополнительного соглашения вы имеете право расходовать средства в том объеме, который предусмотрен уже, ну, с измененной сметой. Скажем так. Это понятно, да? То есть все изменения надо согласовывать до, а не после. И мы стараемся вам это идти навстречу и делать это довольно оперативно. Так, и у нас с вами осталось еще... Ну, вот условия такой, если, например, экономии нет, и нигде ни по какой статье не сэкономилось, а цены увеличились. Мы можем согласовывать изменения в проекте в связи с тем, что уже нет возможности финансовой выполнить какую-то работу. Если, например, цены на что-то, которые хотели купить, выросли, пока мы с вами заключали договор, пока готовили показ. Ну, изменения в результатах мы не принимаем. То есть результаты, какие у вас заявлены, такие должны быть. То есть вы должны быть крайне предусмотрительны, осторожны, когда вы формулируете результаты. И то есть вы берете на себя обязательство этих результатов достичь, мы вам даем на эту субсидию. Мы понимаем, скачки и цены, все. Некоторые люди идут на, допустим, незначительный отказ там от чего-то, но без этого возможно реализация этого проекта и достижение этих результатов. Пусть будет не так красиво, ну, если они там еще 3,5 печенюшки не купят, но тем не менее объединение ветеранов и счастливые глаза ветеранов от этого не пострадают. Ну, то есть это все не в разы же увеличивается, ну, то есть за счет незначительных расходов. И потом надо, у нас же происходит не год между тем, как вы пишете вот сейчас мету, и вам даются деньги, это месяц, ну, 1,5 с учетом, то есть минус заключения договора, да. И поэтому вы мониторите цены по интернету, смотрите максимальные, минимальные, ставьте оптимальные цены, чтобы уложиться. Ну, чтобы она была реальна или чтобы она не была завершена. Потому что члены комиссии тоже живут в этой же реальности и тоже мониторят эти же цены. Так, и мы с вами определились, что заявки мы с вами сдаем в министерство. Ну, а бумажно? Есть ли какие-нибудь пропорции по оплате труда, по технике? Ага. Уважаемые коллеги, на местах вопрос по пропорциям, по требованиям соотношения оплаты в бюджете, оплаты труда и других статей. Таких пропорций нет, то есть это тоже на ваше усмотрение и будет влиять только на конкурентоспособность вашего проекта. Но практика показывает, что не любят члены конкурсной комиссии в условиях довольно высокой конкуренции проекта, когда превалирует оплата труда. То есть соотношение лучше бы оно было в пользу третьего раздела, где на проведение мероприятий у вас расходы. Я еще начала говорить, что вы сдаете заявку в бумажном виде со всеми подписями, синими печатями, не забывайте, и в электронном виде. В каком виде должен быть электронный вид? На любом носителе, какой вам удобно. Может быть, это флешка. Но дискеты сейчас уже, наверное, не практикуются. И может быть, это с жесткого диска. Естественно, эти жесткие диски и флешки мы забирать не будем, мы тут же скинем вам, тут же вернем. Если вы посылаете по почте, может быть, вариант CD, DVD, то есть он по почте пройдет, вы внутрь проекта засунете, чтобы не сломался, и без проблем. Вопрос Коноша. Почему в проекте СМЭТ изымаются расходы на информационную поддержку? Ну, вот этот проект, который я знаю, про Коношу идет речь. Там было 27 тысяч на информационную поддержку, на собственную газету этой же организации. Ну, то есть если речь идет о собственной газете, это должен быть собственный вклад, а не траты средств на эти комиссии, так сказала. Это было решение комиссии. В Ильской библиотеке, в чате можно задать вопросы. Пусть ваши слушатели озвучат вопрос вам, а вы наберете его в чате. Вот как сейчас вы нам задали вопрос, как можно задать вопросы. Ну, и у нас с вами остался еще один документ. Это паспорт проекта. Наверное, самый не простой документ, но тем не менее. Давайте на образце сразу смотреть. Он не только для удобства членов конкурсной комиссии, но и для вашего собственного удобства. То есть здесь вот сверхняя строчка пустая для того, чтобы не показывать, какой организации этот проект. Здесь вы пишете название организации. Далее, значит, ну, там в форме-то есть наименование заявителя. Дальше название проекта. Значит, количество муниципальных образований. Опять-таки речь идет о районах, а не о поселениях, да, сроке реализации проекта. Сумма общей расходов. Вы это все берете из сметы, там, где вам уже компьютер все посчитал. Запрашиваем размер субсидий. Не забывайте, чтобы он не превышал установленный размер. Цель проекта. Вы берете оттуда из проекта, из пункта соответствующего, да. Вот, краткое описание. Вот это очень важный раздел. Иногда вроде бы люди затрудняются, но надо очень внимательно отнестись к этому разделу, потому что на него в первую очередь смотрят члены комиссии, когда вспоминают, когда прочитаешь там стоп-проекты, да, пытаются вспомнить, о чем идет речь. То есть сюда вы должны вот в таком объеме, да, небольшом попытаться уместить главные фишки вашего проекта, суть его, да, и, ну, то есть реклама, по большому счету, вашего проекта, потому что именно этот кусок, он идет в табличку, ну, то есть для всех экспертов делается таблица с проектами, и, ну, то есть чтобы было понятно, о чем ваш проект и в чем его изюминка. Вот, то есть постараться как можно кратким быть при этом, но не просто сказать, это проект про спор для детей. Проектов про спор для детей 25% среди тех, кто подается. То есть вы должны пояснить, что это будут дети с ограниченными возможностями, что они будут на природе, что это будет, в том числе и родители будут с ними, с ними будут и дети обычные находиться. Ну, то есть и это все попытаться сформулировать кратко и емко, да, чтобы человек понял, что ваш проект, он лучший из тех 25%, которые поданы. Далее, по табличке у нас с вами задачи и мероприятия. То есть вот задачи, вот это, вот этот столбик, да, вы переписываете оттуда из проекта, там, где у нас с вами были задачи. Один, два, три, ну и четыре, сколько там у кого как. Задачи вы сюда копируете просто, потому что у некоторых бывает в проекте одни задачи, в паспорте другие. Так не бывает. Вот этот паспорт, он этого проекта, не соседнего. Потому что в вашем паспорте фотография ваша, а не вашего соседа. Вот. Поэтому имейте в виду, что этот паспорт, вот это все фотография вашего проекта. Мероприятия. Здесь почему мероприятия идут не по порядку? Номера мероприятия, они взяты оттуда тоже из паспорта, они тоже сюда копируются. Но, например, мероприятие три, оно направлено на решение задачи один. А тогда как мероприятие один, оно направлено на решение какой-то другой задачи. То есть здесь может быть не по порядку. Здесь ваша задача просто расставить мероприятие туда, к тем задачам, на достижение которых они работают. И при этом может одно мероприятие работать на две или на три даже задачи. То есть на одной и той же конференции Вы рассматриваете проблемы информационного обеспечения НКО, допустим, вопросы государственной поддержки и так далее. То есть на одну задачу работают несколько мероприятий в достижении, и одно мероприятие может быть задействовано в нескольких задачах. Дальше. Самые важные тоже результаты. Вот это ваш помощник для формирования результатов там, в проекте. То есть вы берете оттуда результаты. Вот непосредственно результаты мероприятий – это больше количественные результаты. Здесь берете конкретные результаты конкретных мероприятий. Причем лучше, чтобы они были напротив. Можно разграничить новыми строками таблицы. Было понятно, какие результаты относятся к каким мероприятиям. А в последнем столбке – ожидаемые конечные результаты. Здесь те качественные результаты, что конкретно изменится от реализации этих мероприятий, этих задач. То есть это именно… Ну, если у нас с вами проблема, которая была, да, изначально заявлена, мы говорим, зачем реализация проекта. Это отвечает на… То есть цель, да, отвечает на вопрос, зачем нужен проект. Задачи, как мы достигнем этой цели, да. И вот эти ожидаемые конечные результаты, они должны быть как раз с отражением. То есть круг замыкается в данном случае у нас с вами. То есть вот эти результаты – это что изменилось по сравнению с тем, мы ставили цель – решить эту проблему. И результаты конечные мы достигли, здесь мы декларируем, да, вот это. И круг у нас замкнулся. Мы проектом эту цель решили. То есть что поменяется? Вот. И если вдруг тут что-то у вас не клеится, это значит что? Что у вас немножко там что-то не покатило, есть какие-то пробелы. И вы тем самым возвращаетесь куда? К проекту и там восстанавливаете вот эту вот цепочку. Цель, задачи, то есть проблема, цель, задачи, результаты, да. Все должно быть логично. Если у вас получаются результаты другие, чем была цель, значит вы возвращаетесь, где-то есть бой. Или вы неправильные задачи поставили, или придумали неправильные мероприятия. Некоторые идут неправильным путем. Они говорят, нам надо провести чаепитие для ветеранов. И уже придумывают под эту цель и задачи и так далее. А суть-то не та. Нам не надо чаепитие для ветеранов провести. Нам надо объединить ветеранов, повысить их дух и так далее. Привлечь молодежь, объединить население данного поселка, допустим, в честь Дня Победы. А уже это путем концертов, там чаепитие, посадок деревьев и так далее. Это уже второй вопрос. Это уже способы мероприятия. Вот. Ну так вот вроде кратко, потому что уже время, да? Все встали. И что еще хочется посоветовать? Вот вы это все написали. В конце написали паспорт. Все понятно. А, ну в конце там еще есть такая паспортичка. Здесь вы все заполняете это все. И тоже здесь пишите муниципальное образование. Районы и города. Вы это все заполнили. И у вас вроде в голове уже все там выстроилось около дела. Но вы уже в этом проекте, уже с головой, у вас эмоции своеобразные связаны с этим проектом. И иногда же тоже эксперты задают вопрос. А вот что имелось в виду вот это мероприятие? Ну не совсем прописано. А у человека это в голове все понятно. Он говорит, да, я имел в виду вот это. А если, например, мероприятие реализуют три человека в этой организации, они все трое по-разному ответят. Что имелось в виду под этим мероприятием, конкретным там, я не знаю, даже концертом для ветеранов. Один имел в виду табаян, другой имел в виду с танцами, третий имел в виду оркестр. А это не прописано. Поэтому члены комиссии будут читать то, что написано у вас пером здесь. И поэтому вам лучше бы вы это написали, потому что иногда же у вас в голове есть, да и не все сформулировать. Вы возьмите человека любого, который больше не причастен, можно сказать, лучше. Я не знаю, мужа, жену, соседа там, которые не имеют отношения к реализации данного проекта и не знают, будет там балалайка или будет там баян. И в результате этот человек посторонний, он вам задаст вопросы или маркером пометит, или он задаст вопрос, а вот тут ты что имел в виду? А вот тут у тебя не клеится, вот тут ты говорил одно, а там другое. То есть он выступит вашим первым экспертам, и вы сможете внести еще кое-какие корректировки. И поэтому рекомендуется не оставлять это на последний день, чтобы вы успели еще это, или пусть он полежит там три дня, да, вы еще раз сами прочитали, соседу дали прочитать, и тогда уже отдаете. Потому что бывает, проект-то хорошее, а прописан не очень, потому что оно все у вас в голове, недостаточно подробно для членов конкурсной комиссии. И это бывает жаль, к сожалению. Вот. Поэтому в заключении хочется пожелать... Давайте посмотрим вопросы. Может, здесь у кого вопросы, пожалуйста. Здравствуйте. Можно получить на электронную почту, например, заполненной документацией. Нет, это вещи просто, которые нам люди разрешили показать в виде примера, а вам придется просто то, что мы... Нет, презентацию, которую вот сегодня я показывала, без проблем. Это все у тех, кто на местах, она уже там закачана, вы можете скачивать. Кто здесь, в аудитории, пожалуйста, тоже ее можно скачать. Я имею в виду вот примеры, которые конкретные проекты, мы не можем дать это право к собственности нашей. Так, да, информация о конкурсе муниципальных программ. Сейчас я скажу. Значит, я уже говорила, что в ближайшее время будет объявлен конкурс муниципальных программ на 2,5 миллиона рублей. Небольшая задержка по времени вызвана тем, что мы внесли изменения в порядок, в пользу муниципалов, где уменьшается доля деления вот этих денег поровну, а увеличивается доля в зависимости от качества заявки. И, к сожалению, у нас просто долго шел процесс согласования и принятия этого документа на правительстве. И вот мы надеемся, что завтра он, наверное, будет опубликован, и мы сможем объявить конкурс, ну, наверное, сразу до 60-го после праздника. Сразу всем муниципалам, это я обращаюсь к коллегам, которые слушают нас на местах, муниципальные служащие, отвечающие за это направление. Мы сразу вам все электронной почтой пришлем, и, ну, то есть официальные письма, и на сайте, естественно, все это разместим. Ладно, я хочу сказать, вопрос еще. Если получали грампу уже, вышли. Вышли? Реально ли? Да, конечно. Такие вопросы тоже задаются. Некоторые организации спрашивают, если они реализуют проект, можно ли еще получить грампу. В данном случае речь идет о разных конкурсах, и поэтому, да, можно. В рамках одного конкурса, вот данного, можно получить только субсидианную реализацию одного проекта. А если это речь шла о прошлогоднем конкурсе или конкурсе 2013 года, то, пожалуйста, можно участвовать и наблюдать. Можно, если кто-то подключил, а если одна и та же тема, как бы у нас новый проект, заявка на продолжение этого проекта, который мы еще реализуем, мы еще не закончим. Ну, тут трудно сказать. У некоторых на этапы разбиты, они получают поддержку. А у некоторых бывает, что одно и то же, вот совсем одно и то же, без всяких новинок, без изюминок. И это людям не нравится, потому что, ну, знакомы с предыдущими вещами. То есть, может быть, постараться просто показать, что это второй этап предыдущей деятельности и что-то внести в плане, может быть, каких-то изюминок, новшеств. Ну, я сейчас просто здесь не могу сказать, но частично, частично. На ротации какая-то происходит жизнь все-таки. Вопрос был о составе конкурса «Первисеть». Да, пожалуйста. В этом году мы получили свой проект, и это сегодня активно развивается. Он стал уже международным, межрегиональным. Сегодня хорошая новость прошла, что Баран Секретаря, в этом году продолжает все время. И что условия, их условия, Баран Секретаря области у нас должно быть 30% софинансировано с российской стороны. А в Тархангольской области у нас 7 участников, и принципиально годовое участие, проект трехлетний, порядка 300-400 тысяч рублей. Если мы напишем в граф, как мы должны показать, то есть это же не наш проект, Баран Секретаря, то вот это софинансирование. Но они как партнеры пойдут у вас? Они как партнеры, а мы заявители по своему самому проекту. Но от них тоже какое-то подтверждение нужно, что это та сумма, которая... Мы партнерами, мы имеем в виду этого проекта. То есть там вписан наш проект «Скольная ферма». И единственное, что проект будет называться «Сильная ферма Арт-Угенка», и у сокращенного названия будет «Сарт-Эстер». Значит, мы тогда подаем заявку на софинансирование максимально на 300 тысяч, а остальное уже сколько-либо будет свободно. Да, уважаемые коллеги, это частный вопрос здесь по конкретному проекту. Вы просто, да, их указываете в качестве партнеров, но прилагаете документ, который подтверждает софинансирование с их стороны для нас. Администрация каким образом может стать партнером? Администрация каким образом может стать партнером? Ну, предоставление помещений тех же, указание содействия там, в изготовлении каких-то информационных материалов. И они тоже должны дать письмо. Да, да, некоторые просто, у некоторых администраций же есть свои тоже, конкурсы грантов. Можно один и тот же проект частично софинансировать за счет муниципальной программы, частично за счет областного. Это тоже возможно. Вот, и еще там, сейчас я покажу пару слов. Вот еще, да. Сначала это включить? Да, давайте нет. Вот, уважаемые коллеги, просто хочу обратить внимание, что в положении, внимательно читайте объявления, внимательно читайте положение конкурса, там четко обозначены критерии. Вот еще о чем надо сказать, что впервые у нас в условиях этого конкурса обозначено, что приоритет у нас идет проектам, которые предусматривают оказание социальных услуг. И не менее 30% по итогам конкурса будет именно на это направление выдано субсидии. Это о чем говорит? Это не говорит о том, что каждый проект должен содержать социальные услуги, если у вас другое направление. Просто говорит о том, что проекты, которые оказывают социальные услуги, они будут иметь дополнительный балл, ну то есть предпочтения будут иметь, но в данном случае только 30%. А что такое социальные услуги? Это, в общем-то, широкое довольно-таки понятие. Я думаю, что все понимают, я уже сейчас не буду никого подразить. И вот критерии, это пункт 26, по-моему, в положении здесь четко все прописано. И в том числе социальные услуги вписаны в один из пунктов. Вот, например. Вот. Но у нас, если честно, и по итогам прошлых конкурсов примерно та же пропорция была. Да, есть. А где? Да. Вот. То есть, в принципе, та же пропорция у нас была и раньше соблюдалась. Потому что на осеннем конкурсе эту пропорцию нам надо будет сделать 50%. Это требования федерации. Они нам дают средства. Вот. И это виды расходов, на которые можно расходовать средства в рамках субсидий и красным цветом, на которые запрещается. Более внимательно можно посмотреть 38-й пункт положения. Там все очень четко и подробно написано. Вот. Еще раз говорю, что адрес в Троицке 49, кабинет 114 до 6 апреля. Желательно, не совсем 6. Если у кого-то конкретные предметные вопросы или глобальные разницы остались, пожалуйста, звоните. Вот телефоны указаны. Адрес электронной почты указан. Вот это вот длинный, такой не очень понятный, оранжевый. Это тот адрес, где расположена вся документация. Но легче пойти тем путем, который я вам показывала в начале. Вот. Поэтому спасибо. Если у кого вопросы, звоните. Но я хочу сказать, что консультации 6 числа апреля уже производиться не будут. Максимум 3-го пятница. Спасибо. До свидания. Лисецкая, приветствуется ли приложение к документам презентации по проекту? То есть вы можете любые документы прикладывать, в том числе презентации, фотоматериалы или какие-то грамоты. Но имейте в виду, что мы их возвращать не будем. Они остаются уже на хранении в министерстве. Спасибо. 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 Спасибо.